Я приветствую всех на канале Да это так. Моё имя Максим Назаров, со мной на связи прямо сейчас. Дмитрий Раимов. Дима, приветствую тебя. Приветствую. Спасибо. Взаимно. Есть о чём поговорить. И предлагаю нашим зрителям также приобщаться к нашему разговору с помощью комментариев, конечно. И ваших лайков. Это очень важно. Поставьте лайк этому видео для того, чтобы наш разговор с Дмитрием увидело как можно больше людей. Ну что, поехали, Дим. Ты знаешь, когда происходит какое-то событие, у нас информационщиков есть такое правило. Любое информационное событие, скандал, ну неважно, что, живёт ровно три дня. То есть на четвёртый день об этом никто не помнит, даже если это что-то архиважное. Вот как, например, произошло с Пригожиным, с мятежом в России. Вроде бы как, да, ещё вчера уже так все забыли, уже вроде бы смирились, уже там и посмеялись, и поплакали. Но опять же вчера вечером появилась информация о том, что якобы генерал Армагеддон Суровикин три дня не выходит на связь. Ни он, ни охрана, ни его семья. Якобы он задержан. Всё это публикуется на фоне того, что сообщает нам западная разведка. Западная разведка якобы сообщает о том, что Суровикин знал о том, что Пригожин собирается ссить мятеж. В общем-то, и каким-то образом ему подыгрывал. В общем-то, информация о том, что задержан Суровикин или не задержан Армагеддон не подтверждается. Вот что ты думаешь по этому поводу? Всё только начинается? Вот тут главный вопрос. Или это игра, вот это вот ИПСО, как мы на протяжении времени это называли, которая вот имеет какую-то такую цель дальнейшую, информационную в первую очередь? Знаешь, фразой «всё только начинается» очень близкий круг моих людей. Сейчас мне её очень часто возвращают, потому что я часто её использую в последние несколько месяцев. Это что-то объясняющее то, что происходит сейчас. И речь идет о том, что действительно процессы, которые только сейчас начинаются, это не конец войны, не середина войны, это только начальный процесс. Был предваряющий, а сейчас только самые глобальные процессы только начинаются. Когда все стороны заняли какую-то позицию, сейчас вот начинаются тектонические сдвинения. Что касается этого мятежа, давайте определю, как я на него смотрю, потому что я заметил, что мой взгляд на неё несколько отличается от того, что говорят мои коллеги в Украине. Первое, единственное, что я вижу за этим всем процессом, это достаточно давно изученный исторический процесс под названием «Мятеж наёмного войска». Это было, начиная ещё с Древнего Рима и ранее, и на протяжении тысячелетий нашей современной осмысленной истории это всё было. То есть войско, которое не получило достаточно количества обещанного чего-то, либо денег, либо награбленного, оно бунтуется против того, кто ему должен платить. И у меня окончательно в этой концепции то, что продвигалось, и это было понятно, потому что, вероятно, у Пригожина были контракты, договорённости устные или письменные, понятильные, про то, что оплата будет и работа Вагнера будет дольше. Но так как российское командование создаёт свои ЧВК и старается исключить Вагнера и эти деньги переправить через себя, возникли конфликты по поводу чисто финансов. Но так как были явно договорённости с Путиным о том, что будет оплачена работа в таком-то объёме и тому подобное, они были уверены, что всё окей. Но в тот момент, когда их всё-таки начали выдавливать, они поняли, что денег не будет. И тут, что меня окончательно в этом убедило, появляется так называемая «белая газелька» возле бизнес-центра Вагнера с четырьмя миллиардами рублей. Ну, «белая газель» — это, конечно, именно то место, где лучше всего хранить деньги. Ну, буквально лучшее место, потому что это же просто поставили под здание, и просто всё, без охраны, без ничего, просто стоит машина. Тут меня убедило, что всё-таки вопрос окончательно стоит в деньгах. То есть вы хотели денег, вот будут ваши деньги, смотрите, вот они есть, вот они уже здесь стоят. А каким образом Пригожин-то подтвердил, что это деньги его? То есть тогда, получается, какая финансовая договорённость, она достигнута была? Да, и посмотрите, что сейчас происходит. Сейчас происходит чисто понятийное вопрос. То есть видно, конфликт был понятийным, и правда была на стороне Пригожина. То есть были данные гарантии, обещания по деньгам. Он не получил этих денег, либо были нарушены договорённости, он пошёл бунтом, ему сказали, окей, тебе это будет выплачено, бунт закончился, и он свободен. Потому конфликт сугубо понятийный. То есть он настолько понятийный, что его даже трогать нельзя, потому что это нарушение понятий. То есть ты как бы дал обещание наёмному войску, да и внутри системы, а потом не выполнил его. Это самое страшное для власти. Потому конфликт, из-за того, что Пригожин не наказывал, из-за того, что их не утопили в крови, и тому подобные истории, которые могло бы сделать большое государство, в том, чтобы больше не было таких протестов и таких бунтов, этого не произошло. Потому важный момент, как я вижу этот бунт Пригожина, и именно так я на него смотрю в дальнейшем развитии, что эта история бунта наёмного войска, которая была в классической истории достаточно много, и сейчас бунту денег заплатили, и с ними прощаются. Всё. Потому как он будет дальше развиваться, это история. А теперь момент очень любопытный, что касается Суровидина. Допустим, он арестован. Или, допустим, он имел в этом место. Это примерно как история с покойным Глебом Павловским, моим коллегой, политологом, политтехнологом в России, который, когда был конфликт публичный между администрациями Путина и Медведева, он публично высказался и сказал, вот, нужно, значит, чтобы был конфликт, значит, Медведев и тому подобное. И в итоге, когда между Путиным и Медведевым, между его администрациями, этот конфликт был подавлен, понятийно решён, ну, потому что он не мог быть по-другому, Павловский потерял все должности, все контракты, все возможности. Он был выброшен из системы, как человек, который, типа, решил, используя какую-то историческую, там, турбулентность, вдруг, типа, поднять смуту. Не исключаю, что были генералы, либо политики, которые хотели бы воспользоваться этим моментом, и не увидели просто за этим бунтом банального, пенпанетийного финансового вопроса. А решили воспользоваться где-то политически. Может быть, по должности пойти вверх. Может быть, ещё. Потому что у Суровикина вряд ли есть политические амбиции. Скорее, речь идёт о том, что он мог воспользоваться этой историей для того, чтобы наверх, как-то обратно. Ну, условно, стать министром обороны. Вариантов, да. Поговаривают, что был конфликт с Сойгу и у Суровикина, поэтому пространство вариантов. Он, скажем, незамысловатая фигура достаточно, очень интересная, потому что могли быть. И это не выгорело. И, конечно же, приходится отвечать. Не на ту лошадь подставил. Или неправильно воспользовался моментом. Потому что в политике это очень важно. То есть я вижу этот конфликт внутри российской системы как понятийный вокруг финансов. И о том, что кто-то может сейчас быть задержан или задействован, это тот, кто не понял, как этот конфликт реально развивается и решил воспользоваться для своего личного роста. Соответственно, воспользоваться временной смутой для своего возвышения. Да, здесь понятно, Дим, очень интересная версия. Я напомню, что Кремль пока опровергает информацию о том, что якобы генерал Суровикин причастен к этому мятежу. Или он знал, или он как-то способствовал этому комментарии из Кремля. Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций. А, это Песков комментирует. Я думаю, что это один из таких примеров, имея в виду Суровикина. Но тут же есть еще и фактор Лукашенко. То есть во всей этой истории фактор Лукашенко сохраняется. И кажется, что Лукашенко даже в этом конфликте он как-то так приподнялся, немножко расправил крылья. Уже говорит о ядерном оружии, которое Россия разместила в Беларуси. Уже говорит о каких-то таких процессах чуть-чуть больше, чем амбиции Беларуси были до этого момента. Вот фактор Лукашенко... Я думаю, что этот фактор не суперзначимый. То есть он выступил в моем представлении мессенджером в этой всей ситуации. То есть для того, чтобы был кто-то гарантирующий, что ЧВК Вагнер получит свои деньги, обещанные по условному понятийному контракту, должен быть кто-то, кто скажет точно да и чему слово будут верить. Потому что верить в слово правоохранителя какого-то, ну, собственно, тут возникает вопрос. Вторая история. Нужно было всем сторонам сохранить лицо. Потому что Путин знал, что они допускают Лукашенко для этих всех историй. И Пригожину нужно было сохранить лицо, что он там переговаривал не с каким-то там чуваком где-то на районе, а говорил там лично с президентом. При этом Путин тоже как бы не разговаривал с мятежником, а вот такой вот момент. Всю ту историю, которую рассказал Лукашенко, знаешь, это вот мы с тобой, если будем пить кофе, то скорее больше я тебя расспрошу, потому что ты был на пресс-конференциях, ты наблюдал за ним раньше. Я пока не совсем понимаю, где Лукашенко прям откровенно звездит, ну, как бы, да, там в космосе летает. Или это его картина мира. Вот я не являюсь изучающим его. Я сейчас активно изучаю психотипы. Не уверен, что это картина мира. Я изучаю психотип, мне стало интересно самого Пригожина, потому что так материала очень много. А вот Лукашенко я так не интересовался. Поэтому я не исключаю, что он может воспользоваться этим моментом для того, чтобы немного на внутреннего потребителя поработать. Знаете, я танки гризь, як барбарис. Может быть, это также изменится немного во взаимоотношениях с Россией. Но не такой у него большой спектр в этом ключе. Единственный, очень важный момент, который пока я не видел в замечаниях аналитиков, это роль Лукашенко в будущем мирному регулированию по Украине. То, что вообще не обсуждалось никак, никогда и нигде и не допускалось. Но это очень важный момент, что этот человек, который смог стать между мятежником и президентом России, так что может нам помешать, думают европейцы, поставить его между Украиной и Путиным. То есть вот так вот, условно говоря. Чтобы все сохранили лицо. Именно потому, что так уже было. Вот буквально именно так, потому что это уже было, и это имело некую формулу свою, результативную или нет. Мы можем исторически уже оценивать. Там говорили, что никакого результата нет, а потом говорят, что нет, наоборот, Украина вооружилась. Ну, как бы вариантов очень много. Я думаю, что это очень важный момент для Лукашенко на Запад. Сейчас транслировать, что он здесь главный батька на районе. Он может всем теперь помочь, он может стать переговорщиком, он может вернуть какое-то свое былое величие, а вы там нам дайте что-то, пославите санкции или еще что-то. Вот не на Россию это больше. Лукашенко в этом контексте не так это представляется. Я не видел таких заявлений еще у моих коллег, что он больше работал на Запад. То есть что он может, что он не марионетка, а значит, это страна, которая, во-первых, близко к Европе, буквально граничит, да, то есть с которой как бы нужно говорить. И, соответственно, с ним нужно иметь дело. А если что, у него еще и палка есть в виде ядерного оружия, которое до сих пор непонятно, кто этим оружием теперь управляет. Потому что теперь он как бы, мне кажется, наговорил лишнего. Вот прямо он, мне кажется, он наговорил лишнего здесь. Ну да, здесь тоже прецедент такой. Здесь понятно, ты говоришь, ты изучаешь детальный психотип Пригожина, так все-таки в этом твоем изучении прослеживается история его давних отношений. То есть человек приближен к Путину ровно так же, как, например, приближен Шойгу. Человек близок, человек прошел школу, кремлевскую школу жизни. Человек предатель по своему психотипу дальше. И что от него следует ожидать? Мы же видим и слышим в его заявлениях, что амбиции, они не угасли после этого, скажем так, мятежа. Да, вот что дальше? Как ты оцениваешь? Я думаю, что, во-первых, мы сильно все переоценим его близость к Путину. Он не настолько близок к Путину, как многие описывают, что это очень близкий человек. Его история жизни – это история бизнесмена. После длительного срока, проведенного в тюрьме, это история бизнесмена, который владел ресторанами в Питере и у которого сидели в ресторанах очень известные люди. Так он завязывал свои социальные контакты. То есть он, мы не знаем точно, откуда у него пошел капитал на первые его рестораны, потому что рестораны были очень такие, как говорится, совершенно обыденные, очень дорогие. А это тоже не три копейки стоит, а больших накоплений денег у него к тому моменту не было. Но, вероятно, он очень хороший коммуникатор и смог это все-таки построить и сделать. Как-то кажуть, буре мне 90. Наш Николай Тищенко такой себе. Может быть, абсолютно может быть, потому что в каких-то моментах, ну, наверное, давай так, Николай Тищенко по уму со всем уважением ко всем неусказанным, но как бы Пригожин прям на несколько голов выше, чем Тищенко. Я о ресторанах сейчас исключительно. А что касается возможного капитала, который лег в основу, да, может быть, вполне может быть. То, что мы знаем из публичной сферы, скажем так. Значит, это первая история. А второе, что, вот почему говорю, что он не настолько близок. Он лично не готовил Путина. То есть он лично не повар его. Повар Путина – это тоже такой, знаете, интересный момент. Он фактически, мы видели его на фотографиях, приносящим еду за стол. Это важно. Это очень доверительный человек. Но это не, ну, типа не придворный прям, который с утра до вечера рядом стоит возле кровати. Это важно. Потому мы сильно медийно переоценим его близость. Да, он смог через какие-то возможные пути получить госзаказы и в какой-то момент организовать ЧВК. И тут тоже очень любопытно, что не сам он организовал ЧВК, да, что там были со-спонсоры, со-партнеры. Он стал публичным, медийным лицом. Также, заметьте, как это было в ресторанах. То есть если мы подразумеваем, что у него не было денег на тот момент таких достаточных, он стал медийным лицом. Кто-то был еще там. К чему веду? К тому, что в какой-то момент, имея такие большие деньги, появляются политические амбиции. И, конечно, они начинают влиять. Но он остается до мозга костей бизнесюком. То есть четко понимающим, сколько что стоит, какие-то затраты, издержки и прочее. Потому я более чем уверен, что он не вернется обратно в ресторанный бизнес. Потому что военный бизнес очень удобен, очень классен и очень прибыльен. Вопрос его дальнейшей судьбы, скорее всего, в ближайшее время она будет как-то протекать, развиваться по той же траектории, как она была сейчас. То есть эти ЧВК в различных африканских странах и прочее. Но вопрос, можем ли мы считать слова Путина и Лукашенко как что-то незыблемое. Или новичка еще достаточно. Тут вопрос о том, что все-таки бунт против правителя, наемного войска. Если это наемное войско не разваливается, тогда с руководителем ничего не случится. А если наемное войско сейчас разваливается так, как оно будет рассыпаться в разных структурах, то со временем, скорее всего, с ним сведут счеты в той или иной степени. Как опять же, новичок никуда не делся. Насколько шатко положение Путина и системы, и элит, если представить, что каждый такой бунт, он строится исключительно на финансовом вопросе. То есть, получается, доверительные истории с частной армией. Это одна история. Но есть же элита, которая точно так же на нефтедолларах в России создала целые свои империи, рестораны, яхты и так далее. То есть, насколько серьезно... Я почему спрашиваю? Потому что простые, а самые обычные россияне, они же совершенно иначе воспринимают происходящее. То есть, они это сквозь призму для батюшки патриотизма видят и так далее. А вот элиты как раз-таки все это видят сквозь финансы. Насколько крепка эта история, учитывая то, что деньги имеют свойство заканчиваться? Я бы сказал все-таки, что, во-первых, твой вопрос очень конкретный, это классно, потому что это правильный вопрос про главную верхушку элиту. Но я бы его расширил в том контексте, что это как бы про масло или пушки, да, эта цитата, да, все-таки она имеет место и самым базовым. То есть, и внизу тоже. Социальная вот эта вот незащищенность, финансы важны. То есть, никто не бегает за царя и отечество с голой жопой по улице. Ну, там, ну, давайте так скажем. Они тоже хотят кушать. Телевизор, конечно, хорошо, но холодильник тоже надо. И здесь, скажем, большое значение. Деньги тоже имеют. Значит, что касается элиты, сравнение отлично. Я бы сказал, что это ключевой вопрос. Что если наемная войска, как бы, да, так развилась, то что будет, если начнутся экономические турбулентности, как себя будет вести финансовая элита? Я думаю, именно на это все и направлено. Импортозамещение и прочее, 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 чтобы вот эта элита, да, она не может поехать в свой дом в Куршавеле, но она может купить себе новый дом в Дубае. Да, или где-то еще. И вот таким образом происходит вот это вот импортозамещение. Чтобы они также ездили на дорогих машинах, пользовались различными лакшери-услугами, и это все обеспечивает. То есть их состояние не пошатнулось в большинстве, а тех, у кого суммы уменьшились, то они все равно остаются в обоиме, так сказать, и в надежде на то, что получат какие-то госзаказы, им это дают. То есть элита пока крепка. Пока деньги есть, они крепкие. И здесь не нужно быть политологом с несколькими образованиями для того, чтобы предположить, что если действительно денег не бурят, экономическая ситуация будет печальная, эта система начнет сильно рушиться. Потому что от экономической элиты риска пока нет. Скорее риск и есть от силовиков. Потому что там тоже зарождаются свои различные процессы. В России силовики тоже миллионеры, миллиардеры, поэтому... Ну, мы говорим не публичное, да, то есть история будет. Там зарождается то, за что идет эта война, кто за что зарабатывает, справедливость перераспределения денег. Кто там в этом всем вовлечен за царя Отечества, он считает, что должен получить больше, нежели им дают. Вот здесь ты правильно почувствую, потому что они тоже миллионеры, миллиардеры, и тоже хотят получить что-то по заслугам больше, чем те, которые ничего не делают. Здесь будет возрождаться социальное неравенство в каком-то таком контексте, да, и социальное понимание справедливости, и о том, что силовики будут требовать для себя все больше, больше, больше и больше. В какой-то момент это может перерасти в какой-то прямой открытый конфликт с правительством и с кабинетом министров. Это реальность. Но пока что, пока что мы можем определить это как тенденции. Прошла всего неделя с того момента, когда произошел бунт Кривожина, и мы еще пока, ну, как бы удивляемся, что он там летает на самолетах, что он не просто сидит в Беларуси, да, безвылазно, а просто демонстративно показывает, что он может летать, что он может ездить. Я просто напомню, да, здесь. Вот. Это очень интересно. Мы пока не понимаем, как эта архитектура сработает. Так как это чисто политейный конфликт, то это все объясняет. Соответственно, он дальше будет пользоваться всеми благами, но какое-то время уйдет из публичного пространства. Выключат из телевизора, практически выключат из общего медийного присутствия. Будем наблюдать за всем этим. Очень интересно. Еще раз повторяю, для наших зрителей, для тех, для кого заголовок живет ровно три дня, здесь немножко многослойнее. Здесь все-таки нужно наблюдать. И вот история там с Суровикиным, с информацией от западных разведок, она все-таки дает какую-то почву для обсуждения, а что же будет дальше. И это действительно очень интересно. Что было вчера? Вчера в Украине отмечали День Конституции. Дим, я думаю, у тебя, кстати, с праздником. Я уверен, что ты тот человек, который уважает все-таки украинские законы и основной закон. Я тот, который говорит, что у нас очень классная Конституция. Да, это правда. А некоторые, например, там Марьяна Безуглая говорят о том, что это уже устаревшая бумажка, которую еще и Медведчук писал. Ну, в общем, кому как удобно. Смотри, вчера... Немножко устаревшая, больше самого народного депутата, так можно сказать. Но Конституция абсолютно классный документ, который сейчас, наверное, отображает, во-первых, общее стремление целого народа, государства, не народ, а государства в виде ценности демократии, развития, социальной направленности и все остальное. И вплоть даже те статьи, которые критикуются, они декларируют. Декларируют вопрос достаточно современно. Речь идет о том, что подзаконные акты, которые раскрывают Конституцию, сделаны очень часто через одно место. Кто пишет подзаконные акты? Пане Марьяна Безуглая, как сейчас есть остальные парламенты, которые пишут все законы. Не о Конституции, Дим, смотри, о покойниках или как бы хорошо или ничего. Хорошо уже пару слов сказали, да, вот. Поэтому хочется все-таки о еще живых и слава Богу тех, кто эту Конституцию Твора, да, кто призывает жить по этой Конституции. Вот, например, Владимир Зеленский вчера очень ярко выступал и, так знаешь, фундаментальные какие-то вещи во время своего выступления Верховной Ради описывал и говорит о том, что вот наша Конституция это уже не история, да, мы каждый может это все почувствовать. Здесь все, конечно, хорошо, но очень многие вчера начали говорить, что Владимир Александрович начал избирательную кампанию, особенно парохоботы начали это как-то продвигать в своих медиа. Тебе вчерашний день не покасался действительно таким, знаешь, каким-то таким, мне кажется, даже по пафосности чуть-чуть обошел День независимости. Вот эти вышиванки, ну, эти такие слова, фундаментальное развитие государства, вот реально, слушай, как будто или завтра апокалипсис, или что-то такое, вот да. Не сложилось у тебя такое впечатление? Нет, нет, не сложилось, объясню почему, потому что всегда круглые, важные даты государства, это всегда места для патетичных размышлений о судьбах Родины. И, конечно же, День независимости, День конституции, День провозглашения, значит, отсоединения, всего остального, то это важные даты, когда политики могут себе позволить говорить не о наполнении холодильника и решении социальных важных проблем на сущем. Это высоко, правда, да. Ну, а размышлять глубоко, глубоко. Во-вторых, любая власть, она всегда склонна к помпезности, начиная от парадно выстроенных военных при приеме тех или иных делегаций, заканчивая высокопарными словами и прочим, потому что это некий отрыв вот туда, к небесам, ближе, и это тоже всегда очень свойственно любой власти. А что, говоря, слова самого президента за вчера сказаны, то давай честно так посмотрим, о том, что есть предложение некого видения плана Украины в представлении президента. Мы возьмем некоторые элементы, которые можно отдельно обсуждать в виде английского языка, и прочее. Но есть общее видение страны проекта, что вот мы сейчас воюющая страна переосмысливает нашу конституцию и есть наше видение победы до вот такого видения победы. Это его проект. Соответственно, это то место и тот день, когда о нем можно было бы отдельно в парламенте заявить. Если бы президент вышел на это все говорить не в день конституции, у нас возникли бы вопросы, что происходит. Ну, прям, вы знаете, представьте, вдруг с того ни сего президент начинает говорить о каком-то проекте. Это его начинает так, погодите, что такое? Что происходит? А это все ясно, конечно. То есть, вот такое мы видим. Рановато, как показалось. Или президент четко уверен, что это последний год полномасштабной войны? Нет, 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 Здесь я тоже в какой-то степени я видел несколько заявлений украинских политиков. У меня много друзей народных депутатов, мы часто это обсуждаем. Я тебе так скажу, что мнения разделились на две позиции, я занимаю как раз-таки одну из них. первая позиция, что все изменения должны быть уже после войны, война закончится, и вот тогда давайте будем уже все менять. А до войны, а пока идет война, это все не актуально. Я же занимаю позицию о том, что война, это тоже жизнь, и вот это вот поживем потом, ну вот потом будем разбираться, оно, ну как бы, не соответствует, потому что времена идут, года идут, как бы давайте жить прямо сейчас. Война это то время, когда общество готово с некой большей осторожностью обсуждать те или иные вопросы. Ну то есть не херами обкладывать в прямом эфире, а чуть осторожнее. Для украинского общества это прям очень важный момент. страна, в которой в Конституцию можно внести категорию национальных особенностей, это срач. Вот прям между собой. То, пока идет война, это очень окей делать эти изменения. Начиная от очень популярного и заезженного в виде борьбы с коррупцией, заканчивая ответом на глобальный вопрос в виде вот это или вот это, а вот так называется. То есть война это время, когда мы сильно вовлечены, потому что война закончится, Макс, все закроются по своим норкам решать свои лично бытовые вопросы. Кто-то решит решать вопросы, связанные с восстановлением жилья, кто-то восстановлением бизнеса, кто-то восстановлением семьи. Всем будет уже не до этого. А сейчас общество включено, это тот момент, когда все могут принять участие в обсуждении важных вопросов. Ну давай тогда обсудим важный вопрос, потому что самый важный вопрос во время войны для Украины это наши гарантии безопасности после этой войны. И разумеется, все четче вырисовывается картина этих гарантий безопасности. Это, конечно же, это НАТО. Да, во время войны нам говорит Европа, никакого НАТО Украине не светит, да и после войны тоже перспективы тумана. О чем я говорю, значит, вчера Зеленский, опять же, выступает, говорит, что для России было бы правильно просить Украину, чтобы мы вступили в НАТО. При этом, опять же, в офисе президента говорят о том, что мы едем на Вильнюсовский саммит с четкими ожиданиями и никакие компромиссы по поводу вступления нас не устроят. То есть, это два конкретных кейса. Значит, это... Просто я процитирую, чтобы не размывать. Значит, это говорит Жовкова, Игорь Жовкова, заместитель Ермака. Открытая политика, то есть, это главное, что нужно, да, и никаких пустых обещаний. Мы имеем все шансы на довольно перспективные, важные для Украины решения на саммите. Это политическое решение о начале процедуры приглашения Украины к членству и решение о получении гарантии безопасности. Почему я снова вспоминаю об этом саммите? Потому что свежее интервью Дмитрия Кулеба, министра иностранных дел для CNN, оно подтверждает, что нихрена не будет. Если честно, это так коротко. Значит, Кулеба говорит, что Украина получает некое приглашение принять участие в Совете Украина-НАТО, но не получает приглашение на сам саммит. Значит, цитирую, мы получили приглашение, но не на саммит, а принять участие в Совете НАТО-Украина, который пройдет на полях этого саммита. Что такое Совет? Совет, например, Украина-НАТО. По подобию, вот, страна, кстати, приводит хорошую аналогию, подобное было 12 лет с Россией. Очень мощный Совет, Россия-НАТО. Вот, чуть-чуть больше, чем обычное партнерство. И ты знаешь, Кулеба говорит, что до сих пор некоторые страны Альянса, они не уверены, стоит ли Украину приглашать в НАТО или нет. Дим, что происходит? Вот наша, знаешь, бескомпромиссная позиция, вот вы нам должны, и их, ну, вы как бы имеете совесть, оно где-то не вяжется, оно где-то вот, что там пахнет таким, знаешь, жутким популизмом в этом отношении? Как ты это видишь? Откуда проистекает вы нам должны? Мы достаточно долго получали. Не, я, откуда здесь оно проистекает? Оно и не идет не только из офиса президента, оно идет от всего народа в целом. О том, что нам должны деньги давать, нам должны помогать, нам все это должно. Значит, давайте ключевое. Значит, откуда проистекает с той, с другой стороны? Значит, оттуда это проистекает с долгих взаимодействий и обещаний про будущее Евросоюза. Если опуститься до такого уровня района, то есть за нами очень долго ухаживали и мы согласились, что это очень классно. И нам рассказывали, как мы будем классно жить, как классно в НАТО, давайте будете с нами развиваться, НАТО старские стандарты, будете вместе с нами. То есть нам очень многое обещали. А в тот момент, когда мы сказали, хорошо, давайте, они такие, ой, ну слушайте, ну не так же быстро, давайте может как-то по-другому, вы наоборот у нас будете просто наше вооружение покупать для того, чтобы быть на наших стандартах. Мы-то и не хотели, наверное, вас в НАТО брать, нам нужно просто, чтобы еще одна страна покупала наше вооружение стандартов НАТО. В общем, были такие вот переговоры. Потому когда мы говорим, что должны или не должны, это как обещать жениться и прочее. То есть, долго обещали, и когда мы уже начинаем выставлять претензию, начинаем давать назад. Ну вот в этом суть обещаний, почему это тоже такая очень понятийная история про то, что, если уж говорится, не обещайте девять юно, и любовь вечная на земле. Если вы нам долго-долго обещали любовь вечную, богатую, красивую, тогда уже придется, так сказать, держать ответ за базар. Значит, что касается... Ну, Дим, извини, но это не свадьба. Это не свадьба, понимаешь? Это буквально свадьба. Смотри, это буквально объединение в союз. Это буквально свадьба. И тут важно сказать, что просто пока Украина была слабая, была плохо вооружена, не имела большой армии, то у них как-то получалось это все рассказывать. Ну, зачем они говорили про стандарты НАТО? Да, давай на НАТО остановимся. Ну, потому что это очень классно, вы будете покупать наше вооружение, а не там советское, старое использование. Это важно. А что теперь? А сейчас получилось, что невеста, она как бы с огромной дубиной. Ну, со словами, знаешь, дальше продолжается следующая фраза. Либо ты меня в ЗАГС, либо мой отец тебя в прокуратуру. Потому что получается следующим образом, это интересная дискуссия о том, что европейцы нас больше боятся без НАТО, да и без Евросоюза, чем в нем. Потому что если мы без НАТО и без Евросоюза, то в какой-то момент, и это напрямую говорится на, знаешь, в кофейных встречах, ну, мы в какой-то момент можем вдруг стать союзниками, Россией. Она сейчас самая крупная армия. Я артикулирую свою мысль, для того, чтобы ее потом не выдернули особенно часть. У нас самая крупная армия Европы сейчас. Мы самая мобильная, самая сильная армия Европы. И у нас длительная история взаимодействия с Россией. И, конечно, часть общества будет говорить, что это была история поневоления, и они будут правы. Но также при этом поневоления, начиная от Екатерины, заканчивая Советским Союзом, выходцы из Украины занимали важные должности. А при Советском Союзе даже дважды ставали генсеты. Это очень важный момент. Почему они в любой момент все-таки придут к тому, что Украину нужно принимать Евросоюз точно, а вот по поводу НАТО еще будут вопросы. Потому что Европа целое столетие прожила две войны. То есть Первая мировая и Вторая мировая, где они просто в слюне убивали друг друга. Сейчас они находятся в одном союзе и прям дружба-жвачка. Через пять лет вряд ли у нас такое может произойти, но через 15-20-30 может так случиться, что России будет легче признать свою вину, уже не будет ни Путина, ни всех этих стариков, выплачивать нам некие деньги и просто восстанавливать экономические связи и создавать какой-то новый экономический союз. Потому... Ну, погоди, ты говоришь об этом так легко, словно здесь вопрос исключительно НАТО или не НАТО, с кем дружить, с кем не дружить. Продается украинскому обществу и самое главное нашим партнерам в Европе и во всем мире немножко другая история. Гэть вид Москвы, то есть, да, споконвику, колонизация, окупация и так далее, это не та история, мол, где... А, ну, если не НАТО, тогда давайте мы сейчас там Путин умрет сам по себе, да, и мы там снова начнем дружить с Россией. Ну, это совсем не так же подается. То есть, тут... Давайте подадим... Давайте подадим в суд на Богдана Хмельницкого. Ну, просто буквально нужно... Или на Мазепу лучше, да. На Богдана Хмельницкого, который в 1654 году на Перевьястовской радио отправил в Украину до Москвы. Давайте подадим в суд... А, нет? Ну, тогда подождите, стоп, секунду. Ну, если мы говорим об ответственном, то, что продается сейчас... Давай так, выйдем немножко из этого дискурса. То, что сейчас пихается на телеканалах для того, чтобы это как... И пытается впихнуть на переговорах с дипломатами, мы все-таки это оставим, да, как, в общем, неверновидную картину, а объясним себе очень простую историю. Зачем это вообще все? Зачем Евросоюзу Украина? Зачем Украине Евросоюз? Зачем НАТО Украина? Зачем Украине НАТО? Значит, зачем Украина значит, Евросоюзу Украина? А сейчас они размышляли до войны о том, что Украина может стать, скажу очень крамольной, очень понятной рабочей силой. То есть нужно было пополнять рабочую силу в Германии, в Польше, то есть для того, чтобы экономики развивались. После того, когда пришло 4 миллиона переселенцев получили protection status, необходимость принимать Украину для рабочей силы уже нет. То есть уже есть другие пути, да, в условиях такие резкого, но как бы решения. Вопрос, касающийся житницы Европы, мы увидели, что это не совсем так. И конфликты с фермерами в Европе, мы увидели, что Украина как житница не совсем так. Как рынок, которому можно сбывать европейские товары, да, определенно, и, конечно же, место восстановления, потому что то, что больше артикулируют поляки в вопросе восстановления, напомню, они размышляют, кто станет хабом, который будет руководить деньгами, который будет идти на восстановление. Что теперь касается НАТО? Мы граница с Россией, противостояние никуда не делось. Это тоже плацтарм и полигон в виде военных. Россия так видит, НАТО так видит. Но теперь и для НАТО важно понимать, что если Украина останется за дворками этого союза, за дворками этой комнаты, куда мы хотим зайти, то в какой-то момент может так произойти, что Украина поменяет правительство, поменяет взгляды и начнет формировать какой-то другой союз и станет угрозой для самого НАТО. Потому что может усилить какой-либо другой союз. Ну, например, договориться с китайцами, сюда зайдет много китайских денег, на примере Африки. Мы будем купаться в китайских деньгах, но при этом станем силой, которая будет дружить с Китаем, как Орбан, например, дружит с Россией. И очень неудобный чувак. Я подведу к черту, к чему я веду. Потому что давайте размышлять в этих категориях не публичными заголовками, как пытаются нам сделать, чтобы мы об этом говорили, а говорить в первую очередь о смысловых зачем. Потому что у этого есть логика. Подали вид Москвы, у этого логика идеологическая. Мы и логика, Дим, нет такого. Мы и логика, это не существующие рядышком понятия. Когда-то так говорили поляки. Когда-то так говорили многие другие. И поляки стали частью обхитектуры мировой системы. Только потеряли людей из земли поляки при этом. Когда они в принципе государство... Но они построили историю, связанную, например, с мировым миропорядком и юридической составляющей международного права. Потому что мы можем представлять внутри страны, что мы типа не очень логичны и вообще ни черта не понятно. Но в первую очередь все эти процессы, они четки, логичны и поддаются измерению и закономерности. Просто кто-то только в идеологическом пласте находится. Но те, которые копают несколько глубже и дальше, понимают, что понятно, есть реальный смысл. Реальный смысл Украины в НАТО есть. Реальный смысл Украины в Евросоюзе есть. Просто, ну как бы, что дальше? Это главный вопрос. Что дальше? И важно ли это для Украины настолько? Потому что если мы хотим только быть частью Союза, не получая оттуда ничего, непонятно тогда смысл. Я думаю, что много лет назад, ну не в смысле много лет назад, до времена Богдана Хмельницкого или там чуть позже Грушевского или чуть раньше Мазепы, а вообще в принципе много лет назад, там 10, может быть 15, эти вопросы фундаментально звучали. Кто, куда, зачем и почему и где наше место. И кажется, достаточно мудрые политики, не побоюсь этого слова, словосочетания отцы-основатели современной Украины. Очень четко артикулировали, кто куда, где и зачем, и почему Украина должна двигаться в таком направлении и ни в каком иначе. Просрали все один, ты это знаешь лучше меня. Что ты не ошибаешь? Просрали стратегическое значение Украины в геополитической системе координат между Европой и Россией. Вообще в принципе значение, что такое зарабатывание, мы с тобой сегодня о деньгах говорим, что такое зарабатывание денег и приемов. Просрать можно было бы, если бы это значение оно было, а мы его потеряли. Просто так скажем, что если уже так исторически, когда Украина занимала ключевое значение на своих широтах. Ну вот мы затронули Хмельницкого, так чтобы мы не уходили еще там до Киевской России, просто вот увидим вот этот временный период, где в этот момент Украина занимала ключевое геополитическое, вообще геополитическое хотя бы в этом регионе. Вопрос. А потом Советский Союз. Всегда была ситуативная история выбора. А здесь я бы сказал бы так, мы не воспользовались возможным шансом для того, чтобы... Очевидно. Очевидно. Мы не воспользовались. Потому что просрать мы ничего не могли, мы просто не воспользовались этим. Ну знаешь, как бы, типа, мы просрали миллион, каким образом? Ну вы не купили лотерейный билет. Да, да. Хотя все достаточно очевидно. Да, ты прав. Здесь с тобой согласен абсолютно. Так оперативно все-таки в рамках повестки. Что нас ждет на этом саммите Украина-НАТО? Потому что ну так нами и крутят, и вертят, и не хотят брать. И я просто напомню, что что Столтенберг сказал в преддверии нашего разговора. Для начала любой дискуссии о вступлении Украины в НАТО все-таки сначала нужно одержать победу над Российской Федерацией. И тут же параллельно... И не иметь территориальных претензий. Вот. И тут же параллельно звучат истории о том, что ну там Крым, ну там то, ну 16 лет Украина будет контрнаступать. То есть ты понимаешь, насколько это все растянуто в балабольстве? Безумно бесит. Понятно? Ну это наша реальность. Ну не, ну хотелось бы, конечно бы, наверное, будучи всем гражданам Украины, хотелось бы, чтобы все закончилось очень быстро и, конечно же, победой. Просто мировая история, она так не двигается и случайности, конечно же, бывают, но они не настолько часто случаются, чтобы исключительно сидеть и на них уповать. Мы действительно две революции... Почему у нас такое желание, что все может очень быстро? Потому что наши две революции прошли очень легко относительно, как это могло быть. То есть первая вообще без крови, вторая с кровью, но достаточно быстро президентская власть посыпалась и все закончилось. Слушай, подожди, а какой закон вселенной диктует, что к успеху обязательно нужно прийти сквозь кровь, я не знаю, массовые войны и так далее? Или вот я что-то не наблюдал такое? Ну, это не в закон вселенной, это скорее больше речь идет о соревновании за власть. Потому что в этой игре, знаешь, когда ты играешь в шахматы, перед тобой может сидеть интеллигентный игрок, а может сидеть отпетый бандит, который потом попытается разбить шахматную доску во двую голову. В этом смысле речь очень примерно такая же. То есть это борьба за власть, очень много игроков с одной шахманной доской, у каждой фигуры есть свои бенефициары и, конечно же, может происходить кровавое побоище. Потому что это исторические особенности, нет такого закона, просто это особенность человека и его желание держаться за власть. Я понимаю, о чем ты говоришь, Дим, потому что Украина все то, что мы имели до 2014 года, достаточно легко получила. Ну, не совсем. Тут тоже, мне кажется, это такой любопытный тезис по поводу того, что да вы все это получили легко. Это все было построено. Оно было построено, оно было построено, как говорится, в поте и крови, да, особенно это было построено после восстановления, когда Украина была деоккупирована после нацистов. И это, сложно сказать, легким процессом. Я не об этом процессе говорю. То, что мы пережили, это мы пережили, да. Но я не говорю, это связки здесь. Смотри, я говорю, это манипуляционная такая, тезис, я очень часто ее тоже слышал. Мы тогда можем сказать, вы знаете, россияне вообще очень легко все получили. Почему-то никто не говорит, что россияне тоже это легко получили, знаешь, типа, это только Украине так говорят, что это такой, знаешь, такой тезис, такая отравленная пилюля, да, вы это легко получили. Ну, как легко? Ну, типа, страна разваливалась, мы приняли, решили свой суверенитет, все. Слава Богу, у нас не было какого-то национального конфликта, который мог бы перерасти в гражданскую войну. Все, нам в этом повезло. Нам не повезло с соседом. Отвечая на твой вопрос по поводу НАТО, я считаю, ну, давай так, я считаю, опираясь на заявления публичных людей, опираясь на заявления украинского правительства и руководства НАТО, могу прийти к выводам, что Украине будут предлагать различные сценарии вхождения в взаимодействие НАТО, но не член НАТО, на которого будет распространяться статья участия иностранных войск. То есть, европейцы и американцы не очень сильно хотят, мягко говоря, то есть, не хотят вовсе отправлять своих юных парней и девушек воевать на чужих фронтах. То, что это европейская война, заявили мы. В том, что мы щит Европы заявили мы. По факту же, это наша война за выживание. Мы не являемся защитником Европы, мы являемся защитником своего суверенитета и своего выживания. Каких-либо перспектив, что после этого, после Украины, Россия обязательно подвинулась бы на Польшу, тоже таких нет. То есть, есть какие-то умозаключения, что это могло бы произойти. И, конечно, сейчас, когда на телеэфирах российских каналов заявляются про ядерные удары по Польше, то да, теперь мы можем так размышлять. Но до начала этого конфликта мы не видели ни одной перспективы, которая бы говорила, что они собираются нападать на Польшу, например, или кого-то. Потому, это наша концепция, которую мы предложили миру, мы ее так объяснили, мы определили свою роль, свою миссию, свою миссию в этой европейской архитектуре. Значит, про НАТО, по тем заявлениям, которые действуют на сейчас, нам никаких членов не будет, чтобы защита была у нас, а не просто взаимодействие. Возможно, они придумают какой-то статус союзника или члена НАТО, на которого не распространяется статья НАТО по защите, или еще что-то, но для того, чтобы удовлетворить наши претензии. А что касается Евросоюза, то я был все-таки чуть более оптимистичен, все-таки мне казалось, что Европейскому Союзу легче втянуть Украину в Евросоюз, чтобы лидеризовать 4 миллиона беженцев, которые находятся в Европе. По их последним заявлениям стало понятно, что все-таки те политики, которые есть сейчас, не готовы принимать Украину в Евросоюз, чтобы не поднимать внутреннее напряжение в своих странах, конфликты с фермерами и прочее, прочее, видно, что перспектива такая же туманная. Это важный элемент для нас, сказать, окей, ребята, давайте будем развиваться себе внутри страны, ставить ценности, какими бы мы хотели быть, по уровню жизни, по уровню социальных гарантий, по уровню экономических развитий, свободы, права, но давайте не будем ставить себе главную цель, что наша основная миссия в мире это только войти в какой-то союз. Почему это важно? Потому что союзы меняются. Британия вышла из этого союза, и теперь это, кстати, выглядит не настолько бессмысленно, да, то есть такое ощущение, что Британия где-то уже стратегически немножко вперед смотрела. Ну и даже не сомневались в этом. Вот, и, соответственно, эти союзы могут меняться, через пять лет этот союз может быть вообще совсем другой, может из него кто-то уже выйдет, может кто-то зовет другой, это будет совсем другой союз, захотим ли мы там быть, хотим ли мы быть в одном соседстве с Венгрией, который, ну, типа, этот Орбан это особая любовь, ну, как бы, и прочее. Это много нюансов, может быть мы не захотим через пять лет быть Евросоюзом, может у нас будет какое-то свое, ну, там, свое объединение с поляками, какой-то свой союз. Это важно? Это важно, потому мы не должны ставить цели. Нет, ну почему? Это может быть какой-то там, пускай это будет не европейский, а Украина-Польский союз экономического развития, а потом Украина-Польский военный союз. То есть мир же знает такие объединения. Это не значит, что два государства объединяются в одно. Это говорит, ну, кстати, между прочим, история союза с Польшей это очень хороший сценарий недопущения любых вопросов, конфликтов и всего остального, потому что у нас есть долгая история войн с Польшей, и это тоже вопрос решения, там, Евросоюз пошел по объединению для того, чтобы вновь не получилось вот этих вот, как бы, воин, они все были очень часто на экономических основаниях, а потом уже идеология. Так и с Польшей, да, это может быть такая же история. Это может быть, например, союз Черного моря, куда может присоединиться Турция, которую они берут в НАТО, Польша, которая с нами есть тесный друг. В Евросоюз. Ой, прости, в Евросоюз, да, прости, пожалуйста. Да, именно так. Не больно-то она и хочет, если честно. Грузия, еще кто-то, и мы можем образовать здесь свой союз и быть абсолютно автономными. Поэтому я поддерживаю любые классные инициативы, но мне кажется, ставить главной целью войти в какую-то комнату, это не стратегическая цель. Стратегическая цель, чтобы жизнь была покруче. Я напомню, что вчера Владимир Зеленский очень четко сказал по поводу этого, что вот я просто цитирую, Украина всегда делала и будет делать ставку на альянсы. Вот так. Это логично в том контексте, что мир сейчас разделился на блоки, на некие сверхгосударства, которые обладают особыми статусами, и маленькие государства, которые не входят ни в какие блоки и союзы, они становятся менее конкурентными, чем большие конгломерации стран. Поэтому действительно в этом есть своя логика, в том, что Украина должна быть частью большого содружества, где есть обороны и рынки, когда ты будешь конкурентом. Если ты один вдали от всех, то ты будешь отставать, потому что тебе, ну, твои товары, продукты будут отставать на конкуренции. В этом смысл есть. И он абсолютно соответствует тому времени, в котором мы сейчас живем. Через 20 лет, вероятно, все поменяется. Но сейчас есть большой Китай, есть Америка, есть крупная Россия, есть пока еще неопределившаяся история. В Африке, где происходят свои процессы, есть Южная Америка, ну, то есть происходят некие объединения, союзы, конгломерации. Заметьте, африканцы приехали группой, не просто чуваки приехали по одному. То есть там тоже происходят интеграционные процессы. Поэтому это, это нормально, это наше время. Никто не говорит о потере независимости или суверенитета над своей территорией. Просто речь идет о том, что когда за одним столом сидит много разных государств, это один большой рынок и, соответственно, в нем классно развиваться, меняться технологиями, развивать экономику намного лучше, чем когда ты один за столом. Сильно не продолжая дискуссию в этом направлении, просто добавлю, что даже в этом, да, вот Украина всегда стремится в альянсы, дружить там с тем, с тем, но это не так. Но на практике мы же видим, что последние годы украинская власть, украинская бездарная дипломатия, я не боюсь высказываться по этому поводу, потому что так и есть, уничтожила дружеские отношения на фоне истории, на фоне бизнеса, на фоне каких-то политических моментов со всеми вокруг. Я сейчас не беру во внимание Россию, Россия напала на нас, Россия враг и так далее, но по кругу вокруг Украины у нас со всеми не то чтобы, ну нельзя сказать, что у нас братские отношения с Польшей. Это ситуативный союз. И они не были. И даже вот эта история с зерновой сделкой еще раз показала это. Ну вот Венгрия, ну вот та же там Турция, Израиль, Болгария, Румыния, у нас со всеми какие-то, знаешь, такие абсолютно непонятные природы конфликты. И просто когда мы так пафосно заявляем о том, что мы хотим альянсов, мы хотим дружбы и так далее, возникает очень много вопросов. Действительно? Ну это же не только у нас с ними, но и у них с нами. Ну, и только, да, ну ты видишь, мы когда просто занимаем позицию, говорим, у нас со всеми плохие отношения, только они тоже говорят, слушайте, у нас, с их стороны говорят, у нас с ними плохие отношения, а для них это проблема куда больше, потому что уже такое маленькое Венгрие. А что такое огромная Украина довоенная? Но кому здесь надо больше? 45 миллионов, понимаешь? А тут вопрос, а тут вопросы, ну смотри, тут всегда каждый будет смотреть на свою сторону, тут остаются вопросы. И здесь остается всегда, это движение взаимовыгодности. Нам пофиг, что у нас с ними всеми тяжелые отношения, или им достаточно пофиг, что у нас с ними тяжелые отношения. Ну и поэтому еще пять лет Венгрия будет блокировать вопросы вступления Украины в НАТО. Вот все сталкивается с этим тоже достаточно много инструментов, как можно работать. Заканчивается война. У Украины миллионная очень вооруженная сильная армия. Еще нет демократизированная. Не, мы не пойдем на Венгрию, но просто вопрос будет очень простой. Ребята, вам нормально с такой угрозой? Ну, вам нормально, что у нас как бы есть такая... Вы понимаете, что, например, ваши... Хорошо, вот не в этот момент, Макс, но вот не сейчас. Вы понимаете, что, например, ваша политика паспортизации в Венгрии, в Украине и ваше отношение к украинцам может спровоцировать рост негодования среди украинского общества? А в тот момент, если вы что-то попытаетесь сделать, мы, например, можем что-то предпринять силой. Просто поймите, что нас не размышляют, что это просто какие-то там... Это мы себя видим, знаешь, изнутри. Ну, мы же просто там... Ну, это же типа наши парни, наши ребята, наши девушки, все что-то там. Они нас видят огромной страной, субъектом, государством, у которого сейчас огромная воинская сила и, соответственно, в случае чего эта воинская сила может быть направлена против кого? Если Венгрия будет продолжать блокировать наши вступления в НАТО и, например, продолжать агрессивные действия паспортизации, то она может получить на границе с Венгрией может стать, например, статтысячная украинская группировка. Просто стать. И разговоры по поводу там переселения типа украинцев в западной области для того, чтобы там как-то поменять эту политику, просто обратите на это совсем другим образом. Это история не про мелкое решение проблем. Да, ну, история... А кто знает? А вдруг... Если я не ошибаюсь, Казанского, да, это, кажется, он опубликовал эту идею, да, собственно, просто смотрите на нее с точки зрения политологии, это достаточно интересно. Дим, спасибо тебе большое за такую широкую дискуссию, очень люблю с тобой дискутировать на такие темы, действительно важные. Вчера... Мне кажется, зрителю хотелось бы, наверное, больше послушать какие-то заявления, а я предлагаю какие-то распространения. Так достала повестка очень сильно, очень сильно. Ну, мне вот и пишут одно и то же, честно, кто, что, куда, зачем. Поэтому такие разговоры, они как глоток свежего воздуха очень часто бывают. И я тебя за такие разговоры благодарю, на самом деле. Спасибо большое. Спасибо тебе. Да, до новых встреч. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте прокомментировать и, возможно, высказать свое мнение по поводу происходящего или тех тем, которые мы с Дмитрием Раимовым обсуждали. До новых встреч. Берегите себя.